всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю новый влог сейчас получила свой заказ faberlic у нас кстати пасмурно вот наверное будет обещали мокрый снег снег с дождем в общем обещали но посмотрим вот сейчас получила свой заказ faberlic он мне небольшой вот покажу вам что заказала всякой такой по мелочи как всегда вот ну и такой будет влог наверное немножко обо всем подруги тут мои спят он там косточка меня спрашивали сколько по времени они грызут кость но вот пока она у них тут валяется везде пока они еще грызут потом я вон она там валяется потом я ее конечно выброшу потому что уже уже нечего у нас тут спят дети мои после завтрака грех не поспать второй ребенок вот мне спрашивали кто меня больше любит на самом деле джуйс больше ко мне привязана она больше она всегда переживает если я куда-то уезжаю хожу вот но бон она просто на страже страже кухни вдруг я резко встану пойду мясо резать вот она всегда должна быть в курсе она принципе спокойно относится к тому что я куда-то уезжаю там она спокойно 1 дома остается то есть у него вообще как бы с этим проблем нет главное чтобы ее покормили погуляли с ней и все больше ей как бы особо ничего не надо но все равно конечно же контролирует меня куда без этого вдруг что они не в курсе вот так а ты конечно сами по себе так ну что давайте покажу свой заказ faberlic начнем вот отсюда и здесь у меня средства для моющие средства вот такое чистая кухня вот я все мою и столешницу и в общем все 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 что нужно кухне помыть все мою вот туда таких поверхностей вот даже холодильники видите можно мыть нот я эти полочки холодильника тоже мало этим средством приятно пахнет хорошо все отмывает мне нравится снова заказала вот это вот концентрат для мытья посуды вот это с углем очень он мне кстати нравится хорошо удаляет запахи и загрязнения вот снова повторила но я периодически с каким другими ароматами заказываю периодически такое так здесь также у меня гели для душа это любят у меня мои мужчины вот эти вот ароматы заказала три штучки прикольно пахнут хорошо пенится такой аромат прямо в ванной стоит но на коже аромат не держится но как гели для душа мне очень нравится они густые там такие видите вот надолго хватает хотя мои ютых и льют еще заказала средства для обуви прошлом году я его заказывала вот это вот обрабатывала все всю обувь вот этим средством очень мне понравилось действительно не промокают и очень хорошо защищает от грязи тоже принципе потом тряпочка так смахнул грязь и все вот и младшему и старшему и мужу в общем все мы обрабатываем это мне очень понравилось прошлом году заказала снова и еще две губки тоже вот эти вот нравится но одно у меня может муж машину бросит одно здесь оставит в общем тоже я беру бесцветные но чтобы для всякого подходила вот и еще заказала вот такое кусковое мыло тоже мне нравится от faberlic вот это мыло именно вот это но не как сказать не размыливается да то есть не раскисает в мыльнице вот и при этом имеет хороший аромат тоже хорошо мылится мне очень нравится упаковочка такая тоже прикольная вот еще заказала два вот таких спрея это подходят они для средства которые вот для ванной комнаты распылителя вот эти у меня вот один распылитель в ванной комнате на втором этаже уронил код и у меня вот здесь вот треснуло а так они мне служили очень очень долго я заказала сразу две на всякий случай вот для как раз средства для ванной комнаты она мне еще пока не закончилась поэтому только распылителя заказала еще девочки взяла две гирлянды гирлянды я взяла вот такие 4 и 9 метров они идут на батарейках вообще я планировала украсить на кухне здесь что-нибудь куда-нибудь их вот деть но не знаю посмотрим может куда-то применю на общем как новогодний украшение сейчас я включу еле нашла батарейки девочки дома с батарейками беда не мигает просто вот так вот горят и здесь проволока это очень прикольно потому что можно обмотать везде где нужно и так далее в общем так вот они прикольненько светится наверно все на кухне я использую обмотаю их чтобы розетки не занимали на батарейках и один режим вот я заказала две штуки вот у меня вторая вот так же заказала вот такую тушь для бровей я ее уже брала я беру в самом темном оттенке она кстати прикольным ты ее открыла чтобы щеточку вам показать так артикул у нее пятьдесят два пятьдесят девять но я артикул и в любом случае все сейчас все подпишу вот такая вот у нее щеточка вот и цвет вот для темных бровей как раз вот самый там три всего оттенка вот я самый темный беру мне понравилось неплохо фиксирует как бы укладывать бровки вот но если только чисто тушью то нет я использую тени для век и вот эти вот вот такую тушь мне очень нравится прикольно и я заказала еще вот эти вот жидкие помады меня спрашивали как мне вот эти помады девочки мне понравились они единственное что держится не целый день а наверное полдня с учетом там кофе попить и чай попить перекус там какой-то обед завтрак вот полдня продержится после обеда нужно обновлять можно наслаивать ничего не скатывается хорошо высыхает сушь губы не сушит мне очень понравилось и с как бы уходят с губа начиная с серединки да и то есть у вас остается контур и вы просто потом заполняете серединку ну как вода подкрашиваете губки очень мне понравилось единственно что я все пытаюсь вот у меня две предыдущего заказе и 2 я сейчас заказала я все пытаюсь коричневую заказать я заказываю через интернет вообще фаберлик до через сайт и у них приложение тоже есть фаберлик и вот цвета на сайте отличаются от тех которые на самом деле вот в реальности поэтому я все никак не могу найти коричневый оттенок вот эти первые две вот эти вот вот эти первые две это вот который в предыдущем заказе у меня были а вот эти вот новые значит вот такой более песочный цвет это у нас артикул 40 872 это вот этот вот песочный цвет и вот такой вот более такой фиолетовый кстати люблю вот такой оттенок цвета мне очень нравится просто я хочу коричневая коричневый нет 40 875 такая более фиолетовая и вот эти более светлая помадка это у нас артикул 40 871 и потемнее помада на вот это потемнее 40 40 461 это вот это вот потемнее вот мне потемнее нравится больше но по оттенку по крайней мере да она такая более яркая более такая классно губы не сушат девочки вот не за у нас правда еще морозов нет но вот холодная погода прохладная ветрено хожу с этими помадами и вообще классно я специально ими тут красилась несколько дней вообще не сушен губы хорошо сходит не размазывается не скатывается не подчеркивает никакие морщинки и так далее в общем ничего не подчеркивает классный мне понравились помады бюджетные и при этом качество очень классно единственное что вот отличается по цвету от тому что представлена в каталоге вот так что вы такой вот у меня получился маленький заказ но если вы заказываете faberlic вот эти помады я вам очень советую но здесь каталог еще новогодний обязательно тоже его полистаю хотела заказать тапочки тапочек уже не было в наличии девочки новогодних так что если увидите обязательно берите потому что тапочки классные фаберлик мне не очень нравится я вот тапочки у фаберлик стираю стиральной машинке просто бросаю какой-нибудь такой щадящий режим и отлично вот мне очень нравится тут нет этих тапочек да тоже наверно в каталоге в каталоге не вижу тапочек наверно тоже нет вот так что если вдруг увидите тапочки он смотрите какая голубенькая прикольная новички новогодние смотрите голубенькая все прикольно кстати да я видела вот эти вот ложки вилки тоже наверно прикольно в общем тоже что-нибудь новогодняя ну пока я пока я гирлянду взяла потом что-нибудь тоже еще посмотрю смотрите каким улица прикольную тоже класс вот так что вот такой вот у меня был заказ артикула и ссылки как всегда оставлю внизу инфобокса и кстати по поводу новогодних украшений это единственное новогоднее что стоит моем доме почему потому что ну я решила думаю что я буду это куда-то убирать да убирать чтобы она ждала меня где-то там вот решила вот так вот здесь вот поставить это вот на наш вот этот комод вот но сейчас у нас стоит это я включила для видео а на самом деле она стоит у нас сейчас выключенном просто но чтобы никуда не сейчас коробку сложу потом буду доставать решила здесь сделать такой уголочек это единственное украшение которое сейчас есть но такой из новогодней тематики которые у нас в доме гномики покупала в ленте лампу вот эту в ленте а вот эту ветку я покупала фикс прайсе кто смотрит мои влоги тут знает правда тут кот уже полазил вот и немножечко вот это вот надо подпалить а то распускается но пока сложила так потом посмотрим а мы сейчас пойдем с мальчишками гулять с собаками пришли с мальчишками на залив говорите какой у нас прилив ветер ветер а я не ничего вот качатый стоит вот такая красота на залив вон и как на море красота но ветреная холода водичка прям как на море красота но холодно очень холодно вон а ты куда провалилась иди сюда по его пойдем а то тут холодно и очень ветрено очень сильно холодно и не задам слышно меня было или нет вот но решили уйти отсюда холодно очень замерзли до бона думаю хорошим собачка красивая тут живет овчарка все время ругается да ругается на нас вон и пошли идем гуляем это у нас два часа дня на улице как будто вечер что мы решили пока дождь будет пока или снег мы решили пойти пока погулять тут у нас такие красивые старые дубы такие вот здесь вот один и вот там второй красивый какие там хоть картину рисуй тут у нас небольшая горочка с которой владуся давай езжай ну как небольшая вот такая поехал красавчик иди побежали которая у меня испачкалась да куда ехать например домой все идем домой напишите щуки красные уже замерзли у нас такая площадочка еще небольшая написала куда домой тобой идем домой что погода не для прогул погуляли у одного все грязное у второго все грязное вот так вот вот она вот она жизнь с мальчишками еще и переругаться могут пятьсот раз за тридцать минут а он тут уже к новому году украсили здорово красиво тут домик такой деревянный тут тоже красивый домик есть у нас такой красивый еще идем домой мыться стираться собаки тоже грязные погуляли ну а вечером я как всегда готовлю ужин что мне было лень на готовить сразу на несколько дней то есть сделать несколько мясных блюд поэтому я просто достала фарш который покупала в мясном магазине это фарш из грудки индейки и решила просто пожарить котлет стандартно лучок булочка все это я перемалываю яичко специи соль хорошенько вымешиваем и я буду обжаривать с двух сторон обваливать котлетки в панировочных сухарях вот я так делаю всегда они тогда получается такая хрустящая корочка и нежные котлетки внутри вот ну леплю я их стандартными такими они мне получается не большие не маленькие вот такие по размеру как нравятся моему мужу потому что он у меня в основном очень любит котлеты поэтому их в основном и для него я и делаю тех котлет которые я нажарила хватит как раз вот такие на несколько дней поэтому на два дня точно а здесь я буду готовить винегрет заранее отварила уже свеклу вот свекла мне не много она у меня такая меленькая не очень такая вкусная скажем так свекла но он не выбрасывать вот поэтому я решила сделать винегрета винегретики очень даже вкусно картошку тоже заранее отварила картошку Мидака мелкая вот нормально вот поэтому немножко я сделала винегреда нам ужин как раз винегрет с котлетками да и останется может быть еще на завтра вот все я в принципе винегрет делаю стандартно все нарезаю кубиком единственное что я винегрет никогда не добавляю квашеную капусту знаю что многие так делают но мне не нравится с квашеной капустой еще есть вариант винегреда я о нем уже говорила это с рыбой а точнее со шпротами то есть вы делаете вот стандартно только без капусты огурец можно и соленый маринованный и свежий какой хотите и просто добавляете туда баночку шпрот без масла ну то есть если они с маслом да вот это масло сливаете разминаете вилочкой и просто туда добавляете можно попробовать в прикуску весь со шпротами вот вариант винегрет со шпротами очень часто кстати можно найти ну укагранили ли у нас на петербурге в каких-то таких кафе-ресторанчик ах не ресторанах прямо до таких небольших ресторанчик о можно найти такой вариант винегреда еще добавляют туда какую-то белую отварную рыбу по-моему треску или что-то в этом духе тоже можно у нас встретить именно вот такой вариант винегрета то есть с рыбой вот кстати получается очень вкусно но мне больше нравится со шпротами но рыбу не едят у меня дети поэтому я готовлю без рыбы вот у меня тут из баночки оставалось 2 маринованных огурчика поэтому я их туда решила покрошить но еще целый свежий огурец обязательно тоже туда добавлю вот но со шпротами или вприкуску со шпротами если вот вы боитесь испортить винегрет попробуйте на самом деле очень вкусно когда мне есть дома шпроты и если я готовлю винегрет то я обязательно добавляю ну не добавляю а выкладываю отдельно на тарелочки шпроты и вот так вприкуску скажем так ем я и муж нам очень нравится вот еще покрошила этот красный лучок туда что-то я подсела на этот красный лук он мне так нравится он немножко остренький но для салатиков вообще он идеально идеальный лук на мой взгляд вот так что его теперь наверное постоянно буду покупать и добавлять везде в салаты я добавляю в овощные и во всякие в общем очень очень нравится и цвет тоже придает до такой более красочный получается салат заправляю я мы майонез господи винегрет всегда растительным маслом добавляю немножко соли потому что картофель я не солила когда варила свеклу тоже принципе только вот маринованные огурцы у меня вот а сама я кстати люблю есть винегрет либо со сметаной либо с майонезом муж у меня не сметаны не с майонезом не любят а вот ну а дети так по настроению вот котлетки они у меня обжарились двух сторон меня кто-то спрашивал как я вот так делаю обжариваю с двух сторон потом выкладываю вот так вот как ребром да вот но как вы видите сейчас наливаю водички так чтобы покрывала одну нет наверное одну треть до котлеток то есть примерно это получается у меня стакан ну примерно может быть даже чуть меньше и ставлю на огонь достаточно такой большой они мне просто вот так вот кипят как бы и получается они очень вкусно внутри можно поставить духовку также налить водички и поставить духовку я так не делаю я привыкла вот так делать и поэтому так и делаю всегда очень нравится не получается хрустящая корочка а внутри нежнейшие котлетки получается еще за кадром сварила компот это у меня компот из вишни вот такая здесь вишня с косточками я замораживала это вишня с огорода с нашего и она у нас такая вишня знаете как немножко дичка что ли я не знаю она вяжет вяжущая такая по вкусу но вот компот из замороженной вот этой вишни он получается обалденный как вишневой сок прямо очень мои тоже полюбили домашний поэтому сварила еще компот винегрет вот такой получается я кстати винегрет еще добавляем зеленый горошек но у меня его не было дома поэтому вот такой винегрет вот и котлетки в общем у так он и замечательный ужин 1 2 компот да вот но первое у меня нет поэтому на ужин да вот винегрет с котлетками будем кушать и со вкусным вишневым компотиком варю вишневый компот без яблок просто замороженная вишня получается обалденно вкусно вот ну а я на такой же вкусной ноте буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео рубрику готовлю на несколько дней обязательно сохраню тоже буду готовить будет настроение вот не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую и до новых встреч